Рынок Одинцовская отцепили люди в масках. Работу остановили посетителей, попросили выйти. Арендаторов одной из компаний, которая расположена на территории рынка, подмосковные следователи подозревают в финансировании Ореховской преступной группировки. В помещение, где идут обыски, пытается попасть совладелец компании Одинцовская подворья Дмитрий Пронин. По версии следствия, он финансировал членов банды. Его близкий родственник был лидером Ореховских. Участники группировки могли быть причастны к громкому убийству адвоката Татьяны Акимцевой. 12 сентября юриста и ее водителя расстреляли прямо возле дома в центре Москвы. Коллеги Акимцевой считают, что как раз финансы Одинцовского подворья, о которых узнала адвокат, стали поводом для убийства. Акимцева представляет интересы потерпевших сама в рамках закона об адвокатуре. Естественно, работой вместе с сотрудниками Следственного комитета и оперативными службами устанавливала активы, которые были, по мнению Акимцевой, связаны с Ореховской преступной группировкой, для того, чтобы уже в рамках разных процессов, уже гражданских, наложить арест на данный бизнес для компенсации потом ущерба, который понесли именно жертвы данной преступной группировки. Сам Пронин обыски с убийством Акимцевой не связывает. Он считает, что происходит рейдерский захват его фирмы. И главная причина прихода следователей – судебные тяжбы с Одинцовским депутатом Сергеем Журбой. Мы судимся с Журбой. Он учредитель некой фирмы «Стройтехбизнес», которая на нас наложилась и хочет захватить наш бизнес. Вот и все. Обыски в офисе Дмитрия Пронина продолжались несколько часов. Также следователи осмотрели его квартиру. Пронин не в первый раз привлекает внимание правоохранительных органов. Два года назад в его доме находили патроны. Правда, Дмитрий уверял, что их ему подкинули полицейские. Гульнара Хабирова, Мария Аблинова, Татьяна Тютюник, Алексей Казанников. Лайф-Низ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова